Школьники еще проснутся, сейчас все будет, в принципе, я думаю, довольно интересно. Ну и, конечно же, друзья, напомню вам то, что сегодня... Ух ты, что-то не случилось, пока еще не рестарт. Так вот, напомню, что сегодня мы смотрим группы, смотрим все матчи Na'Vi. Напомню, что матчи в группах, друзья, матчи в группах BO3. И, поэтому, в принципе, мы можем сегодня наблюдать с вами от 6 до 9 матчей команды Natus Vincere. Конечно, будем следить за всеми остальными результатами. Так, Таффа микро прибавь, но вот с этим сейчас посложно, у меня тут новая гарнитура, может быть, попозже, как придет слэм, будет пожестче. Попробуй, дружище, Пандыч, навалить громкость. Я вроде микро прибавил, усиление поставил, так что все окей. Просто громкость, возможно, была большая в игре, в КС. Так, давайте проверю еще микрофон. Нет, все как надо стоит, все зашибись. Ну что ж, у нас чейндж левел. Видимо, сейчас будет сделан рестарт. Осталось только вырезать теги и начать первую игру Na'Vi, друзья. Ну вот, в принципе, наконец-то дождались мы этого момента. КС 1.6. Я просто в шоке, вот как долго, как долго я этого ждал уже. Вот после чемпионата мира просто можно было сойти с ума без КСа. Но вот он, вот он на наших экранах и два дня КСа. Завтра, друзья, дабл, эллиминейшн будет. И на самом-то деле дабл этот будет, ой, какой не короткий, друзья. В принципе, завтра, по идее, должны быть и финалы. То есть завтра мы с вами вообще целую матчу игр посмотрим. И, конечно же, опять же, будем следить за Na'Vi. Ну, пока что на данный момент в чемпионате, друзья, 8 групп и 4 команды. Ну, в принципе, в принципе, 32 коллектива. Есть сильные, есть очень сильные команды, есть не очень. Ну, в принципе, я думаю, что группы для всех пройдут без проблем. Вот сейчас первая игра у Na'Vi с бразильцами. После этого у них пойдет две игры против датских команд, таких как Shark Gaming и WhoName вообще. WhoName. Ну вот, кто его знает вообще? Тафа все-таки придет, наверное. Так, ну вот, я читаю, друзья, конечно же, читаю CyberArena TV. Ух ты. Ну, в принципе, вроде по громкости нормально. Читаю CyberArena TV, друзья, ваши сообщения на сайте. Давайте вырежем уже теги, в принципе, можно это делать. Ну и в группе Steam, конечно же, читаю, читаю, читаю все ваши сообщения. Лу-лю-лю. Так, это давненько, давненько не стримили КС. Я, в принципе, уже готов посмотреть за тем, что придумал Сережа Старикс. Ну и, в принципе, какие новые фишечки он придумал. Все-таки Сережа, он в последнее время, ну, пытается, знаете, усложнить тактики команды Na'Vi. Это, в принципе, хорошо, Na'Vi становится, стараются уже играть более новый КС, более сложный. И, в принципе, с каждым последним чемпионатом мы это, в принципе, сами наблюдаем. Не знаю, как будет сегодня, что сегодня мы увидим. Так, что у меня теги вообще никак, по-моему, не хотят вырезаться сегодня. Бешеная HLTV продолжает меня радовать. Ну, окей. Просто... Просто шикарно вообще. Все, я смотрю. Ну, надеюсь, HLTV нас не подведет. Так, все, Na'Vi мы уже оформили. Завтра вместе со мной, друзья, будет Слэм. Все, наконец-то я отвис. Все, можно, наконец-то, нормально смотреть за тем, что будет происходить. Ну, и, конечно, завтра, друзья, завтра, на самом-то деле, непростой дабл. Там первый тур дабла БО-3. Полуфиналы по сетке Винеров БО-3. Матчи в Лузерах БО-1. Ну, и трудно сказать, кто выиграет. Конечно, фаворитов много. Фаворитов много, и стоит отметить, такие команды начнут с группы А, Б, С и так дальше. В группе А есть Anexis, Limondogs. В группе Б есть поляки, конечно же, есть и Gaming. Там же Копенгагенские волки. В группе С... Ну, мне вот, честно, интересно, вот, амстердамская команда Моджи, но я не думаю, что она будет супер-топ сегодня играть и вообще на этом чемпионате. Ну, и, конечно же, вот, Финный, Мод и Спорт тоже интересно, как будет действовать в группе С. Группа Д, Винфакт. Конечно, основной фаворит. В группе Е играют Na'Vi и бразильцы. Наверное, в принципе, эти две команды и будут основными фаворитами на чемпионате. Группа Е с SK. В группе Е нас интересует еще также Z Nation. Группа H, Fnatic. И две команды, там без проблем проходит Fnatic. И, думаю, шведский коллектив еще имбо может побоевать. Ну, и группа G, алхимисты и, конечно же, команда Alternate. Все, давайте начинать играть. Na'Vi уже придавили центр. Черный пес Петербург. Это сегодня у нас так Есенин подписался. Старикс, Девс и Маркелов прижали центр. Посмотрите, Эдвард на коврах. В принципе, контролируется сейчас абсолютно каждый участок карты. Маркелов не на подсадке стоит снизу. Старикс, по-моему, проверяет метро в этот момент. Да. И плотно. Вот Девс сейчас пошел. Зря, наверное, в темку. Здесь можно получить. Но, тем не менее, смотрите, Даня ставит минус. Вроде бы неплохо. Но там разменяли сейчас Даню. И Маркелову со Стариксом будет немножечко сложновато. Вот Старикс сейчас занял эту позицию. Чекает ноль. Видит здесь бразильца. Здесь четыре бразильцевых игрока будут выходить. Сережа Пиксель. Мало патронов. И Маркелов должен помочь. Маркелова сейчас сбивают на ровном месте. Сережа не попадает. Очень неудачный расклад. И Эдвард, и Есенин остаются вдвоем. Вот на уходе поймали в спину одного игрока, друзья. Ну что ж, в принципе, один бразильец остается. Это Вин. Чуть позже представлю вам, в принципе, всех игроков. Филиппе, Вин, ФБМ, МСХ и АТХ. Ну, в принципе, такие простые ребята. Ну, смотрите, хэдшот поставили фокус. И в это время черный пес Петербург. Есенин не вышел. И ситуация один в один. Есть время у Есенин. Он контролит игрока. Знает, что он за тремя потоптался. Ой, как опасно сейчас будет. Как опасно сейчас будет хэдшот от Сени. Берет он раунд уверенно. 1-0. Ну вот, первый раунд на чемпионате. Нави берут пистолетный раунд. Сеня дает минус 2 и диффузит бомбу. В принципе, уже неплохо. Уже хорошо, что мы начинаем с выигранной пистолетки. Да, народ начинает собираться. Отлично. Друзья, напомню, что Слэм присоединится, возможно, сегодня на пару матчей. И завтра, я думаю, будет со мной полдня как минимум. Надеюсь, я вообще хотел бы, чтобы он с утра со мной был. Но я думаю, что, я вообще говорил, возможно, на пару матчей сможет опоздать. Но завтра будет по-любому. Ну и смотрим за продолжением. Второй раунд. Анти-эко. Сережа Старик заходит в дом. Чекает, нет ли там аркады. Эдвард смотрит центр. Банан также контролится. И посмотрите, вот сейчас Старикс прочувствовал девайсы. Немножечко, возможно, ошибся. И получил с Галила. Плюс там был калаш. Маркелов тоже это прочекал. Все дело зашел в дом. По-моему, он забрал сейчас Фамас на самом-то деле. 51 хелс остается у Маркелова. И у нас проблемы. Хьюстон, у нас проблемы. Смотрим, как расположились нами в четвером. 3А, Плент. Ну, все правильно. В принципе, Сеня один на Б сейчас играет. Но он с Успом играет на чек. Вот сейчас его, кстати, прочекают. Посмотрите. Зевс дает минус. Главное Сене остаться и собирать информацию. Потому что сейчас к нему может пойти стяжка. Он здесь Успом, конечно, не будет тяжело. Зевс на перетяжке будет. И вот, в принципе, уже по инфе. Зевс, наверное, да, стягивается. Будет играть 2 плюс 2. Ну, как вы знаете. Как вы знаете, что, в принципе, у Нави сейчас на самом-то деле, считайте, что два капитана. Игровой лидер Старикс плюс старый капитан и лидер команды Даня Зевс. Бывают такие случаи, что один командует за атаку, второй за защиту. Ну, конечно, сейчас Старикс больше капитан. Ну, все, смотрим, врыв. Неплохо разменялись. И Даня Зевс сделал свой минус. Маркелов с банана. Эдвард в сложный. И Зевс, скорее всего, тоже в сложный пойдет. Так, что это у меня с КС местами происходит? Маркелов, Эдвард. Все отлично. Отлично. Разобрали, выбили. Просто идеально сыграли парни в этом раунде. И у нас 2-0 в пользу Нави. Воля бразильцев не прошла. Хотя начиналось очень успешно. Забрали Старикса в доме. Ну, вы помните, покосали Маркелова. Считайте, что выбили полтора игрока. Полтора землекопа. Ну, и в принципе, в принципе, могли взять раунд. Но, в принципе, правильно пошли. Пошли на Есенина, там, где был Усп. Но дальше, дальше Даня Зевс, конечно, забожил. И напоминаю, что БО-3 матча сегодня. То есть против бразильцев будет как минимум 2 игры. Может быть и 3, кто его знает. Вот такие непростые у нас группы. Ну, такой марафон КСа решили устроить датчане на Копенкагенских играх. И, конечно же, хорошие гранаты по дом пошли. Сейчас Эдвард, Старикса, Маркелов давали хаешки. Разобрали они всю команду. И Зевсы уже пушат с бананом. Тем более, завтрашний день, друзья, у нас будет очень много игр. Завтра полностью день плей-оффа. Ну, если тут Никсон на сайте HLTV.org не ошибся и дал нам правильную информацию, то, конечно же, там... Ну, завтра просто парад игр, друзья. Просто парад игр будет. Есть такая штука. Копенкаген с гейм, вьюверс гайд. Вот сегодня написаны все игры, друзья. Ну, матчи... Ну, наверное, матчи мы все-таки с вами будем сегодня все смотреть. И будем, скорее всего, до поздна. И, возможно, еще и Слэм сегодня присоединиться. Сегодня еще будет такая штука, как одна восьмая финала все-таки. Сегодня будет первый тур плей-оффа. Завтра уже пойдут у нас четвертьфиналы и полуфиналы с утра, с самого утра. Так что игр будет именно очень много. Маркелов уже за свою пенни. Он в катлекся. Я у нас уже пошел бай от бразильцев. Двое ковры пытаются играть быстро. Сережа контролит пески. Нет, мы с нами вот так вот просто нельзя играть. Вот просто налететь на точку и... И дать размен. Нет, нет, нет. Ну, по крайней мере, не бразильцы это смогут сделать. Вин остается последним. Пока что без шансов проходит игра. Но, правда, посмотрим. Один в три дает минус хедшот Есенинову. Старик в песках. Маркелов с АВП на малых. Перекрываются, в принципе, все выходы. Марик там вообще должен все четко контролить. Но, правда, вот сейчас... Вот сейчас он не помогает. Сережа не очень удачные позиции, если честно. Ну, я думаю, тут справится и Сережа, и Маркелов, если что, не ошибется. Поймали Старикса. Правда, не попал ни разу в него бразилец. Лол. Ни разу не попал. Минус четыре от Старикса. От капитана команды Нави. И, в принципе, украинцы уже выходят далеко вперед по этому счету. Ну, в принципе, конечно, не самый такой жесткий отрыв. Всего лишь четыре раунда. Но, я думаю, что... Вот, в принципе, наверное, в таком же духе может происходить весь диффенс. Экономику уже ребятам себе заработали. Ну, деньги заработали. Экономику стабилизировали. У Маркелова есть ИВП. Все, в принципе, нормально. И никаких, скорее всего, проблем. Выход банан. Смотрим. Сразу же выходят бразильцы. Здесь Аркада. Зевс откидывает хаешки. Как будет действовать тройка на пленте? Пока никак. Чекает центр. Разменялся Есенин. Дает флэш. И будет выходить. Хилпы никакой нет. По крайней мере, прочекал. Ловить на стяжке. Вот сейчас сюда Вин выйдет. Есть минус от Маркелова. И уже можно смотреть, что здесь на Б. Потому что здесь есть бразильцы. Эдварда забрали. Сеня уходит за три. Опасная ситуация. Ну, друзья, буду называть сейчас, конечно, команду 7ксарах. Лучше я буду называть ее бразильцем. Потому что, ну, очень сложно. Неудобно читается название команды. И вообще, черт его знает, что такое 7ксарах. Хотя Тафа мог бы и поинтересоваться, конечно, в интернете. Гугл мне в помощь. Ну, 7ксарах так 7ксарах. Посмотрим на бразильцев. Последние ланы в Европе для бразильцев. Именно для этой команды были провальные. Немного поменялся состав. Ну, а с кем им тренироваться? С американцами особо не поиграть. Потому что... Они дно, извините меня за выражение. Но сейчас американская школа КС просто ни о чем. Если честно. И парням, вот, единственная возможность, это поездки на ланы в Европу. И здесь только они могут на ланах тренироваться. Ну, в принципе, сейчас у них такая ситуация, что они могут выйти из группы. Есенин очередной суперудачный раунд. И немного глянем на фраги. Старикс 6-2. Неплохо. Сеня 7-2. Маркелов 4-1. 4-3. Зевс. 4-4 играет Эдвард. У Эдварда 50% фрага в скетчот. Ну, в принципе, вот что происходит в последнее время с командой Натус Винсер. На самом-то деле, Таффа-то слышал? Звук Найт Вижн. Нет. Кто-то запарился, наверное, случайно. Купил снова Аркада Банан. Ну что, через дымы бразильцы сейчас будут рываться. Есть девайсы. Откидывает флешки. Сеня. Но его прошивают на ящик. А Даню снимают. Ну, вот и первый раунд, возможно, за бразильцами. Посмотрим, как стянется Эдвард. Причем, видите, ну ничего простого. Обычный Аркада Банан – это максимум то, что они придумали против команды Na'Vi. Ну, в принципе, в принципе, Na'Vi сами научили народ так играть в последние годы. Вот, в принципе, все мы понимаем фишка команды Натус Винсер. То, что они играли очень просто. Не заморачивались. Не слишком сложно. Ну, как бы и не слишком просто, в принципе, с другой стороны. Но их КС был простой. И, в принципе, в этом и заключался, наверное, успех. Но, опять же, последние годы, вот последние два года, последние годы особенно, КС снова возвращается к этим брейн-ворам. И вот и ESC, и ESC сейчас очень интересно начинают играть. И, конечно же, стиль игры Na'Vi тоже поменялся. И с приходом Сережи. И сейчас уже вот такого нет у команды. Там выйти под флеш, там степом 4 зелень. Ну, в общем, все. Меня тоже очень многие в последнее время нащемили топ-игроки. Вот Афа комментирую, как ты комментировал раньше, объясняя все. Там давай расклады по раундам. Но трудно это было делать, когда Na'Vi играли просто элементарно. Учить школоту, давать немножко на трейне в центре, выходить зелень. Конечно, мог любой. Поэтому вот сейчас, конечно, гораздо интереснее смотреть. Сережа пытается очень много апгрейдить. Смотрите сейчас. Ну, по ходу чемпионата мы, наверное, это еще раз увидим. И в очередной раз убедимся в немножечко измененном стиле от Na'Vi. Хороший прием. Ну, в принципе, вот что делают бразильцы. Я не знаю, может быть, так модно в Бразилии играть вот такими пастами. Но обычно это заканчивается чем-то плохим. Но мы видим, что, в принципе, успешно действует бразильская команда. Пока что остались 2 на 2. Но два красных. Главное, чтобы Маркелов и Сеня не ошиблись. Не знаю, знает ли Маркелов, что есть кто-то в пленте. Но должен знать. Сеня пошел чекать. Ой-ой-ой, как плохо. Чекаем мы плент, ребята. Сейчас. Ну, вот повезло, что такой тайминг. 1 на 1. АТХ остается в коврах. Маркелов. Ну, это чудо-игрок, конечно же. Он не прощает такой ситуации. Минус от Маркелова. 6-1 за Na'Vi. И продолжается, продолжается жесткий матч. Ну, не то, что жесткий матч. Но первый матч на чемпионате для украинских чемпионов. Для вице-чемпионов мира. Уже этого года по версии Intel Extreme Masters. К сожалению, помните этот финал, ребята. Na'Vi. Что это такое? Na'Vi проиграли. Так, ребята, не пишите мне, что это такое. Ну, смотрим, что Маркелов входит в центр. Рядом с ним Старикс. И Адвард идет ковры. Банан отдается. Сейчас прочекали центр аркады. Бразильская нет. Ой-ой-ой, как Маркелову прошили из поддома до 12 хилсов. Это ФБМ разошелся. И сейчас, смотрите, уже и по коврам Филиппы сам, причем, проходит. Не боится там, что там могут 2D быть. И остальные приколы. Хотя нет, он стоит с флешкой. А вот что-то делают трое в центре. Дым налево, флешка на ковры пошла. Сейчас флешка должна пойти на пески. Вот начинают и бразильцы как-то интересно играть. Занимается центр. У Na'Vi здесь уже 4 игрока. Zeus контролит. Банан одним глазом. Старик с Планти. Да-да-да, очень прикольно сейчас принимают. Скорее всего, будут принимать Na'Vi. Они готовы принимать сплит за ход. Вот 5 плюс 7 плюс ковры. Очень, причем, они четко стали. Посмотрите, Старикс. Эдвард в подсадке. Ну, тут, короче, погибель может быть. Здесь еще есть Маркелов. И здесь еще был у нас черный пес Петербург. Но он уже ушел на стяжку. И не зря какой тайминг хороший для Есенина. Вернулся он четко вовремя. ФБМ разводит. Там Сережа должен ему сейчас спину намочить его. Но мы смотрим за Зевсом. Его уже снимают. Черный пес Петербург. В это время ФБМ пробегает на 5. И, по-моему, бразильцы нас сплетанут сейчас. Черный пес Петербург. Есенин. Старик все-таки забрал ФБМа. Но Б пробили. И смотрим ситуацию 3 в 3. Могли и лучше сыграть Na'Vi. Но там, по-моему, Зевс не был готов, что так быстро бразильцы окажутся на банане. Трое с Респа по калсам. Что у Маркелов красный. Старикс Эдвард плотный. Поэтому после первого фрага могут их и до конца убивать. Давайте за Эдвардом посмотрим, наверное, этот эпизод. За Эдвардом и Стариксом. Маркелов помним с АВП. Но он сейчас срываться не будет. Его уже забрали 2 в 3. Ситуация. Вин. Ну, Вин красный. Можно его забрать. Есть один игрок на банане. С Эдвард знает где оба. Но МСЕ еще разбирается. И второй раунд берут. Семь в сорах против команды НАТО с Винсером. Ну и самое главное. На этом чемпионате жестко нужно раздать, друзья. Жестко нужно раздать НАВИ и вообще выиграть его в очередной раз крупный чемпионат. Потому что многие говорят, что НАВИ уже не те. Нет. Все нормально. НАВИ уже те. Так. Опа. Какой-то даун мне написал. Сейчас, ребят, дайте я забаню. Сейчас все будет хорошо. Запретить доступ в комнату чате. Товарищ Даун Семенов. Иди в лес. Ну, НАВИ заканчивается эко-раунд. В принципе, здесь не на что было смотреть. Пытались зарашить центр. Не получилось 6-3. Сейчас деньги будут. Возможно, будут играть через АВП Маркелова. Раз так понадобился слишком эко-раунд. Так. Дайте я еще проверю стрим. У кого-то там слетает. Стрим, ребят, ну что вы хотите. У меня стрим не слетает. Я сейчас смотрю его всегда. Он у меня в окошке запущен. Чините интернет. Это помогает. Так, раз, два, три. Дайте я послушаю себя на стриме вообще. Так, раз, два, три. Дайте я послушаю себя на стриме вообще. Все отлично. Ну все, продолжаем смотреть. Итак, бразильская команда. Так, выключу у себя стрим. Все у меня отлично здесь работает. Бразильская команда играет сейчас трое ковры. Потеряли одного в центре. От Есенина. Эдвард сейчас дает минус. Пытаются выйти в центр. Здесь Эдвард на подсадке. Должен, в принципе, давать еще фраг. Не получается. Старикс неплохо играет на размене. Дальше бомба. Сейчас будет смещение нави вот сюда. Ну и тут уже смещение не нужно. Здесь четыре на Аплэнде находилось. 7-3 за командой Natus Vincere. Есть деньги. Вот что делать бразильской команде? Я бы не назвал, что... Да тут, в принципе, особо старичков каких-то супер нет. Здесь более молодое поколение у бразильских игроков. И, опять же, без олдскула в команде не то, что тяжеловато играть. Но, в принципе, я думаю, не первый чемпионат они проводят. Ездят в Европу, много тренируются. Поэтому что-то должны показывать. В принципе, эти бразильцы. Ну и помним историю... Помним историю с китайцами, да? Вот на последнем чемпионате, когда мы 16-6 отлетели на втором Дасте. Что-то мне кажется, что у меня громко. Но то тоже. Забытое прошлое. Я думаю, в этот раз таких вот уже провалов у Natus Vincere не будет. Но, в принципе, могу сказать, что группы будут сегодня очень простые. В 21, если я не ошибаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. По-моему... Ну... Трудно мне сказать. Да, в 22.00. Ой-ой-ой-ой. Мы сегодня вообще, по-моему, с вами здесь допоздна. Это по Киеву. В один из помазки начинается раунд плей-офф. То есть вы понимаете, насколько долго мы сегодня можем здесь с вами... ...ставаться. Аркада Б в этот момент... ...смотрим. Смотрим. Отлично. Мы смотрим за выбиванием. Вот что-то на Б у нас не получается. Бразильцы здесь не первый раз умудряются проломать. В принципе, зная атаку команды Na'Vi, можно быть уверенными, что там будет все хорошо. Хотя, опять же, бразильцы будут сейчас делать максимум возможного. И, конечно же, они очень стараются против такой команды, как Natus Vincere. Они, я уверен, посмотрели не одну демку. Возможно, какие-то антираунды также подготовили ребята именно против Na'Vi. Маркелов сейчас может умереть под 90. Ну, что, тушит одного. Малых кусов остается. Ну, надо, наверное, этих ребят в планте взорвать, потому что лишние девайсы бразильцам, наверное, не нужны. Ну, вот и Сережа лучше тоже не умирать. Уходит Сережа. Маркелов забирает одного. Последний взрывается. 7-4. Опасная ситуация. В принципе, по деньгам тут тоже не все так просто. Тафа замучается комментировать. Да не замучаюсь, в принципе, комментировать. Я просто напомню всем, что... Вот смотрите, в 6. Там, может быть, все и раньше начнется, но учитывая сегодняшнее опоздание. Но он не такой большой был, получасовое. Но все-таки... Надеюсь, конечно, его догонят. И надеюсь, в Копенгагенских играх в Дании сделали нормальный чемпионат. Смотрите, что выдает Вин. Выходит просто центр. Опять же, ничего сложного. Вышли степом. Здесь Эдвард. Его тоже забирают. Слушайте, бразильцы, по-моему, неплохо разыгрались уже по стрельбе. Вот теперь мы переходим на другой этап с контр-страйком. На другой Инферно, где бразильская команда набирает немало раундов. Вы знаете, довольно неплохо. Они могут закончить первую сторону за атаку. И вторая половина обещает быть жаркой. Но какой-то дефолт для Na'Vi играть Инферно на валидоле. Мне такое ощущение, что ребята именно решили нас порадовать в первом матче. Но опять же, игры BO3. Я не думаю, что такие ребята, как Shark Gaming или WhoName из Дании что-то смогут сделать против команды Natus Vincere. Но с чем черт не шутит. Посмотрим мы, конечно же, группу. Абсолютно, в принципе, предсказуемые все результаты в групповом этапе. И, ну, если честно, мы, наверное, вот чисто посмотрим за Na'Vi. Наверное, все матчи, ну, по крайней мере, 6 игр минимум, 6-9 игр в группе. Мы просто посмотрим так, как играют Na'Vi. Затем, как играют Na'Vi. Ну, посмотрим. Разминка неплохая. Конечно, очень не всегда приятно начинать с самой сильной команды и группы. Но не страшно. Я думаю, бразильцам это тоже неудобно. И так у нас Тавр на семерочке. Посмотрим. Эдвард сверху. Что-то придумал здесь Эдвард. Здесь, кстати, 5 игроков. Засада от команды Na'Vi. Сейчас прочекают. Выход под холл. Минуса нет. Зевс. Минус Тарикс. Тоже успел. Но все, наши все лежат. Зевс остается один. И сейчас он тоже будет получать. Есть минус. Ну, неплохо слили, в принципе, тоже. Два минуса сделали. Интересная задумка была у Na'Vi. Самое главное, что играют задумкой. И не просто так вот летают по карте. И не отдают только раунды. Это не стиль Na'Vi. Все правильным. Фух. Непростая игра, друзья. Непростая игра для Na'Vi. В принципе, мы уже понимаем, что 6 раундов. Если не взять пистолетки на второй половине, там, первое оружие, то бразильцы могут зацепиться за игру. Не стоит не давать повод. Смотрим за тем, что делают Na'Vi. Маркелов у нас в районе Зелени. СВП чекает центр. В это время Старикс прошивает ковры. Ну, в принципе, Эдвард чекает ковры. Он стоит сверху. Тут они вдвоем пытаются нашить игрока. Дом никто не смотрит в данный момент. Центр смотрит Маркелов. Ну что ж, вышли Банан. В это время Зевс и Есенин. Есенин отошел в центр. А Зевса останется чекать. И вот сейчас главная задача Дани, конечно же, на этой позиции не умереть. Затянуть время. Затянуть аркаду, если нужно будет. И, понятное дело, Зевс сейчас начинает чекать Банан. Потому что бразильцы, ну, как минимум, раунда 3 на Б брали. Если не 4. Знаете, они туда ходили часто. И очень часто хорошо разменивались. Ну, не знаю, там, насчет Непалим тактики, друзья. Посмотрим. Старикс не такой человек, что посмотри. Болеть. Вот сейчас под 90. Чуть не разбили голову Есенину. В это время Зевс дал минус. Все, разменялись. Снова зашли Б. Вот туда же, понимаете, даже 2 игрока Нави никак не останавливают бразильцев. Они очень четко выходят в план. Они, ну, видимо, готовили выходы на Б. Готовили выходы на Б. И, знаете, мне кажется, что... Вот если не взять этот раунд, все будет закончиться очень печально. Очень нужный минус от Эдварда. Там ошибся бразилиц. Эдвард уже с банана дал минус. И 3 в 2 выбивание. Сели на планте вдвоем. И 2 дэшку они пытались сделать. Отрезать под 90. Хороший минус от Маркелова. Последний в планте остается МСХ. Надо его забирать. Мало времени. Мало времени. Есть минус. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нету диффузов. Провал. Провал. Сережа улетает в космос. Это 7-7. И у бразильцев есть деньги на последний раунд. И бразильцы просто перевернули игру на Инферно. Ну, вот теперь, в принципе, шведы, если еще не начали играть, они уже... Они уже чешут ладошки. Потирают ладошки и говорят, ага, Инферно, Б. Ну, в принципе, ничего страшного. Начало, раннее утро для геймеров. Все-таки на один час в Европе раньше, чем, допустим, в Украине. И на два часа раньше, чем в России. Это не геймерское время. Настоящий потный затрон и начинает играть жестко ночью. Тем интереснее. Поджим от Зевса. Вот как решили действовать украинцы. В принципе, это получалось в самом начале. Пуш банана. Но вот сейчас не очень хорошо. Даню забрали. Такое ощущение, что Даня на нервах. Ковры пошло поджим. Там тоже разменялись. Посмотрите, какие... Какие потные бразильцы. Они всегда делают фраг и забирают с собой игрока. На Коцелесенью, на Банане он уходит. Старикса минус нули. Два в три. Сейчас и сторону проиграем. Вот это начинается КС. Вот это начинается КС, друзья. Вот это сейчас будет весело. Маркела в центре погибает. Остается черный пес Петербург. Он же... Есенин. Арсений Неноженко. Со Львовом. Ну и вот сейчас... Сейчас посмотрим, как он будет разбираться. Да, конечно, люди пишут, наверное, больше россияне с Восточной России. У меня вообще 18.00. Ну, конечно, дружище, мы тебя поздравляем. Печально, конечно, тебе, наверное, все чемпионаты смотреть, раз у тебя 18.00. Ох. Ну, а здесь только... Я даже не знаю, как ты вот, допустим, если захочешь посмотреть первый тур, который начнется в 10.00. У тебя уже, наверное, утро будет следующего дня. Ну, напомню, что в 10 по Киеву, в 11 по Москве начнется 1.8 финала, друзья. 1.8 финала. Это жесть. Завтра, с утра, с 11 по Киеву, с 12 по Москве, начнутся четверть финала. И они будут также БО-3. 1.8. БО-3 идет. Матчи в Лузерах идут. БО-1. Полуфинал по сетке Венеров. БО-3. Финал верхней сетки. БО-3. А гранд-финал... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что же они придумали? Гранд-финал БО-2. Непонятно, это надпись БО-2. Но, скорее всего, это... Это вообще нужно будет серию выиграть из трех карт или двух. Команде, которая пройдет по Лузерам. Но это нереальные вещи. Ну, в данный момент, я уверен, сейчас ребятам из Лави есть о чем поговорить. Потому что хорошо начинали, да не очень хорошо продолжили. Бразильцы, отличные выходы на Б, отличная стрельба. Вы знаете, тоже, на самом-то деле, эти парни играли несложно. Вообще несложно играли. Они играли простые раунды, простые выходы на Б. Без каких-то навороченных и крутых флешек. Единственный самый сложный раунд, который сделали бразильцы, это был сплит-Б. Когда они запустили одного игрока на пятерку и остальные вышли банан. Но это был самый сложный их раунд на Инферно. Все остальное было, ну, в принципе, читаемо, ожидаемо для Нави. И мы видели, что они, в принципе, знали, где находятся бразильцы на позициях. Но бразильцы попадают. Бразильцы просто попадают. И если бразильцы выходят в перестрелку, ну, там 50-70% того, что он заберет игрока команды Нави. Наверное, сейчас об этом стоит, наверное, волноваться украинским игрокам. Сейчас чисто вот не хватает стрельбы украинских чемпионов. И, в принципе, все. Ну, вот теперь посмотрим, как будет действовать за атаку. Fight, fight, пишет сервер. Сейчас глянем, что намудрили Нави, что придумали и что затевают. Но мы видим, по-моему, у нас есть два юспа. Вот у Зевса точно есть. Зевс и Эдвард, по-моему, тут нет. Один юспа вообще у Эдварда. И будем смотреть за ним. Нет, у Дани тоже есть. Два юспа дропнули. И посмотрите, что творят бразильцы. Заходят уже на ноль. Так же, как и Нави, занимают центр. Один сейчас по домам. Это FBM. Атакс. Ух ты. Ну, вот теперь очень интересно. В принципе, почти же, как и Нави. Практически один в один. Вот теперь зеркально один в один, как Нави. Ребята становятся практически как Нави. Если Вин сейчас уйдет и начнет смотреть с центра выход с ковров. Ну, тут как бы у нас не так мало игроков. Филипп отошел. Поаккуратнее даже, чем Нави ребята стали. Смотрим за Маркеловым. Уже пытаются выйти ковры. В принципе, тут все читаемо для бразильцев. Они знают, где украинская команда находится. Ориентировочно. Вот МСЕ сейчас его прочекал. Маркелов плечом на коврах. Показал с их турку. Вышли вдвоем. Вместе с Юспом. Тут Эдвард. ФБМ был в доме. Покоцали Эдварда. 67 кусов. Маркелов. Чек. Надо действовать, конечно, аккуратнее. Зевс в это время стоит вот здесь, вот перед нулем. Так. Вышли по дому. Уже... Сейчас будет подсадка. Сейчас должна быть подсадка. Нет подсадки. Отрезают сейчас центр дымом. И жмут пацанов на нуле. Ну, тоже грамотно. Это Нави, друзья. Иди же сюда, мой сладкий сахар. Минус Филиппи. Минус АТХ. И как вообще, как детей разобрали. Вот это хорош. Грамотные дымы в центр. Грамотно собрали инфу. Идеально выходят. Эдвард еще забирает игрока на банане. 4-2 остаются. И вторая пистолетка в этом матче за Нави. Ну, если не разберут сейчас. Ну, вряд ли разберут. Последний МСХ остается с банана. И троих. И тут все отлично. Даня Зевс делает минуса. Ну, что ж. Эдварда отметим. Отметим Зевса. Да, всю команду Нави. И, конечно же, их отличный выход. Знаете, я вот не так часто вот такое наблюдал. Но обычно просто при таком поджиме все-таки кто-то есть по домам. И как бы вот так, как Нави не выпускают. То есть Нави аж вышли под дом в пятером. И с ними там особо никто не перестреливался. Были бы это СК, стоял бы Форест, бы просто и нащелкивал бы хитшоты. Там, вот туда, к ступенечкам ближе. И там бы было бы потяжелее выйти, конечно. Сейчас тут и бразильцы немножечко зафейлили, что так вот дали пространство Нави под домом. Ну, а потом их просто разделили дымами, отрезали центр и задавили вновь. Все четко. Ну, вот эко. Эко от бразильцев. Врыв под дом. Ничем хорошим для них не заканчивается. И Нави выходит вперед. 9-8 в этом матче. 6-7 раундов до победы украинской команды. Ну, как бы, наверное, про это еще рано говорить. Ну, еще, кстати, очень интересно, какая будет вторая карта между этими ребятами. Я, если честно, даже не посмотрел, что у нас там по картам. Да, в принципе, и не важно, что будет по картам. Мы готовы сегодня смотреть все, что угодно. Зевс минус три липы. Снова поджим от бразильцев. Один уже на олд залетел на балкон. Ну, опять же, как-то просто... Слышно просто. Пытаются играть бразильцы. Даже вот эко. Ну, хотя дали минус. К сожалению, коллаж для них не получилось забрать. Ладно. Смотрим за Нави. Они нам сегодня интересны. Сегодня почти все игры этой команды мы будем смотреть. Возможно, если будет там неплохая ситуация в The Nation в группах... Ну, она должна быть. Знаете, я уверен, что... Ребятам под силу пройти свою группу. Да, у них есть сложный матч против команды SK Gaming. Но это... Это единственное. Остальные двух команд... Две команды в группе можно ломать и проходить дальше. Я думаю... The Nation мы тоже можем увидеть в матчах плей-офф. Вин. Берет АВП и забирает Сарикса. Ой-ой-ой-ой. Ну. Опять же, ничего сложного. Взял АВП, вышел на мидл. И стрельнул. Наглые бразильцы. Нави разыгрывает раунд четвером. Вот что сейчас нужно сделать? Конечно, нужно в первую очередь растянуть защиту. И попытаться вот четвером выйти на минимум игроков. На одного-двоих. Но бразильцев так теперь не растянешь. Они имеют преимущество одного игрока. И теперь их... Конечно, будет тяжело стянуть. И поэтому, в принципе, наверное, Нави решают пойти Б. На двоих. Они, скорее всего, знают, что там у бразильцев будет какой-нибудь дефолт. 3 плюс 2. Вот как сейчас на карте. Ну и смотрим. Дают дымы. Дают раскидку. Причем дымы, по-моему, шли направо. То есть будут заходить... Нет, дымы налево пошли. Да-да-да. Эдвард заходит направо. Зев заходит направо. Не попадает сейчас Эдвард. Зевс битый. 36 кп. Ну, какой хэдшот. И молодец. Есенин тоже делает минус в пленте. И уже ситуация, в принципе, отыграна. 3 в 3. Бомба стоит по холсам. Ой-ой-ой. Снова винт попадает. Сеня, ну зачем же ты так отдаешься? 2 в 3. И смотрим. Внимание. Банан. Никого нету. Все сраспаль. Зевс и Маркелом вдвоем. Зевс хороший минус. Ящика. Просто альпинист. Данем. Нестандартная позиция. За счет этого выигран один игрок. И вот теперь Маркелу, наверное, лучше бы подстянуться сюда к парням. Он стянулся. Минус 1. И нет. ФБМ все-таки берет раунд. Но Нави поставили бомбу. Это уже хорошо. Диффузы есть. 10-9. Потная игра продолжается. Так. Дефейс. Я вижу. Не только Дефейс. Написали мне, ребята, в нашей Steam-группе. В нашей Steam-чате. Инферно даст 2 и, если понадобится, Мираж. О, в The Nation уже 2 игрока не прилетело. Какой провал? Ну, там были слухи, что будет одна замена. Что вроде Хехек поедет. Честно. Сейчас посмотрим. По ходу чемпионата. Я думаю, куча российских порталов напишет про эту историю, конечно. Что вы хотели? Сейчас, конечно, связано для россиян и для европейцев. В России все сложно. Черный пес. Чекал, чекал. Видел, что дом поджимали. Но отошел назад. В это время Na'Vi занимают бананы. Видимо, попытаются еще раз выйти на B-план. Только уже ситуация 5 на 5. Так. Да. Зевс уже, кстати, занял позицию. Да ладно. Прошил Эдварда МСХ. Ну, что ж такое-то? Типа, бразильцы такие довольно шустрые ребята, я смотрю. Но они очень сильно стараются. Они играют с Na'Vi. С легендарными парнями. И, конечно же, когда ты играешь против такой команды, ты просто разобьешься в лепешку, но будешь сжечь. Смотрите, еще одного прошивает FBM. Уже второго. Это просто встроенный членик в глаза FBM. Na'Vi остается в проем в шоке. Вот сейчас Есенин хорошо накоцал ВПшника, Вина. И Вин с пятнадцатью хеллсами уходит в пески. Филиппе в планте. В планте FBM уже стянулся. Он уже, посмотрите, он уже здесь. Он уже третий на Апленте. Три плюс два бразильца. Никакой инфы. Глухая, глухая оборона. Отдает сейчас FBM заход на пять. Здесь был Маркелов. Минус Тарикс. Маркелов появился. Ну, Маркелов боком. Минус Маркелов. И последний сень оставит бомбу для экономики. Для экономики Na'Vi. И его прошивает FBM. Он прошил троих в этом раунде. Двоих через две стены на B. И одного через ящик. Вот сейчас при бомбе пленте. Но это, конечно, попроще прострел. А это не FBM. Это FBR какой-то. Подбирают АВП еще для своего тиммейта. Чтобы вот сэкономить денежки. Ну, опять же, спасибо, Кэп, скажете вы. Да-да-да, друзья. Что-то интересное на первой игре происходит. Na'Vi 7 к Сурах. Конечно, ничего страшного. У Na'Vi есть еще всегда вторая и третья передачи. На этот случай. Ну, в общем-то, сейчас такая игра довольно непростая для Na'Vi. Сейчас посмотрим, что придумают. Старикс выходит сам на ноль. Его пушат. Он не ожидал в этот момент аркады. И вообще, как просто... Просто неимоверно жестко угадывают раунды бразильцы. Как будто действительно встроили членикс. Все, зажали ноль. В это время Na'Vi выходит на аплэнт в меньшинстве. Вот сейчас самое важное. Отрезать Вина. Отдали ему флешку. Вторую флешку. Он слепой. Здесь уже секунд 15. Вот сейчас где-то будет секунд 15. Может быть, чуть меньше. Просто откидали. И дали четко пройти своим тиммейтам. На план поставили бомбу. Бузевс на коврах дал минус. Минус от Маркелова. ФБМ еще не прострелил там снова кого-то. Вау, он снова здесь прошил парня. Вот только что. Вот, вот, вот. Да. Сумасшедший ФБМ. Человек прострел просто. Человек. Волхак. Я не знаю, называйте его как угодно. Но он очень неплохо прошивает последние два раунда. Na'Vi. Несмотря на потерю, все не берут раунд. Бразильцы все-таки обломались. Благодаря, опять же, четким флешкам. Отрезали АВП. Потом Даню Зев сдает минус. В начале ковров. Он прочекал спину. Ну и бразильская команда уже по ситуации уже понимает, что им просто нереально выбить АПЛЕНД. И они сейвят девайсы. И очень правильно, кстати, делают. Молодцы. Тоже интересно играет команда 7х40. Вот они мне чем-то ранних-ранних Na'Vi напоминают. Ну, посмотрим, хватит ли у них дыхалки, как говорится, надели на длинные дистанции на следующий матч. И смогут ли парни так же успешно продолжать действовать. Ну что ж, Эдвард под домом. Сейчас какой-то будет, по-моему, раунд, по-моему, с итого играться в Na'Vi. Хотя пока что похоже больше на дефолт. Сейчас Девс вместе со Стариксом. Здесь Демы уже ждут аркаду в этом раунде. Маркелов под домом. Все, все, все. Сейчас чекают три ящика. Да, выходят вдвоем. И вот смотрим за Эдвардом. Он уже чекает пять. В это время Даня и Девс вместе со Стариксом чекают банан. Да, они прогоняют. Это, наверное, главная задача сейчас для команды на Инферно. Оставлять своих соперников без инфы. Вот, в принципе, это и происходит. Банан не контролируется. Центр не контролируется. Бразильцы сидят просто вот, знаете, вот на проплет. То есть тут сейчас у них такая игра, такой диффенс. Вот дадут, фраг не дадут. Вот в этом все заключается. Нави сплетают три плюс двое ковры. Маркелова уже убивают на пятерке. ФБМ побивает ковры. Несинхронный выход. Хороший минус от Вина. Старикс пошел на пять. Дал минус. Сто хп в него не попадают. Два в четыре. Минус от Старикса два. Два в три. Неплохо. Тащить, тащить, тащить. Еще Даня и Зевс тоже жив. Зевс минус. Уже два на два. Неплохо. Хорошо. Два в пять разыграют. И двое. Плантин минус. Как разрывают Старикс. И остается от Икс. Последний походу. Это двенадцатый раунд. Сейчас будет. Ну что. Что сказать. Вообще без вариантов, друзья. Без вариантов. Вообще без вариантов. Вот они, Нави. И вот они. Вот она сила, друзья. Неплохо. Неплохо. Вот это жестко. Просто два в пять. Ну, если честно, с одной стороны четкая игра от Сергея Ищука и Данила Тесленко. С другой стороны, тупняк от бразильцев. Все-таки два в пять. Такой раунд нужно было заканчивать свою сторону по-любому. Это их ошибка. Но пять на два. Да хоть это Нави. Хоть это ИСКА. Вас пятеро и вы должны крушить. Но как-то вот пять не законтролились. Сережа очень четко разработал пацанов там. Ну, в принципе, это фишка Нави, что здесь игроки экстра-класса. И здесь скил очень серьезный. Ну, вот снова глухой диффенс. Правда, сейчас эко-раунд. Закончились деньги у бразильцев. Они двое на АБ. И трое на Апланте. Запускают на семь. Ну, тоже неплохо стали. Там тоже есть свои идеи, видите, на эко. Но уже выход на АБ пошел. АТИ, кстати, дал минус. Зевсу пробили голову. Опасно. Как так? Смотрите, пошли, пошли, пошли. Сейчас чекать банан. Забрали девайс. А здесь все-таки пошел уже выход на пять. Все. Вин остался последний. Но вы видите, что эта тройная подсадочка все-таки не так, как хотели бразильцы. Здесь все равно четвертый игрок нужен был по-любому в пленте. Вот на какой-нибудь вот такой позиции. Либо хотя бы уже на малых, чтобы чекал пять и помогал парням вот здесь как-то постреливать. Отвлекаться от себя внимания. Ну, здесь будет сейв. Здесь будет сейв. 13-й раунд для Анатус Винсер. Нашли МСХ, но Есенин не смог дать минус. Старикс далековато сейчас, хотя попытается сейчас нашить. Но нашивал они туда. 13-10. Na'Vi отрывается на три раунда вперед, друзья. Кто недавно подключился, вы смотрите прямую трансляцию Копенгагенских игр. Чемпионат, который сейчас проходит в Дании. Ну, судя по названию, думаю, многие поняли. Ну и турнир по CS 1.6 будет проходить два дня. Чемпионат по CS GO. Такой более-менее шоу-матч чемпионат. Выигрывает команда SK Gaming. Вчера в финале у ЕСЦ, у поляков. Ну а сегодня уже начинается то, что мы любим. Сегодня начинается Эль Классико, как говорится, CS 1.6. Ну, обычно Эль Классико это матч, допустим, Na'Vi SK можно уже называть. Вообще, Барселона Реал. Так, чтобы точно. Но хороший сплит играет Na'Vi. Все, вернулись в игру. Есть один бразилец в песках. Планты забрили. Хорошо. Вот видите, Na'Vi уже чувствует дефенс команды из Бразилии. Ну и начинаются проблемы сейчас у Сем-Ксарах. Их начинают просто разрывать на Дус-Винсер. Я уверен, что в плей-оффе этого чемпионата мы увидим кучу интересных раундов от Na'Vi. Я, конечно, напомню, еще раз вам всем скажу, что они играют... Стараются играть в последнее время раунды чуть-чуть посложнее, раунды поновее, поинтересней. И я уверен, что на этом чемпионате по-любому завтра мы увидим кучу приколов и кучу интересных игр. Ну, надеюсь, что парни далеко пройдут. Ну и довольно непривычный для 2012 года такой формат чемпионата. Группа BO3 плюс Винерак BO3 матчей и Double Elimination. Давненько такого не было, но еще это все это в два дня проходит. Короче, это неимоверный марафон к АЭсам. Эх, все пытаются нам 1-6-то урезать на чемпионатах, да, но, по-моему, КАЭС не победим, друзья. Я думаю, конечно, нам надо еще очень много работать с КАЭС Global Offensive, чтобы он, ну, превратился в хоть что-то нормальное. Единственное, за что я могу сказать спасибо КАЭС GO, это то, что я в него поиграл полтора часа недавно, плюнул. И впервые за два года настроил 75 герц на домашнем мониторе. Да езжешь, и нормально поиграл в 1-6. Спасибо КАЭС GO за это, что я вот наконец-то победил герцовку на своем мониторе. Потому что настолько меня взбесило вот это вот плавное скольжение, что это просто жесть. Ну что, Стариксу Вин пропечатал очень неслабо на банане. Старикс понял, что на банане АВП, но, правда, у него же на АСХЛСов теперь осталось. И НАВИ понимает, что может быть на планте сейчас 4 игрока. Ну, в данный момент 3, но они понимают, что может быть 4. Итак, Сережа. Флэш, флэш дал на 7. Потом выходят ковры в этот момент. Там должна была быть флэшка еще из дома от Маркелова, по идее. По дефолту, чтобы еще пятерочку, там, кто смотрит, с пяти отрезать. Чтобы можно было спокойно занимать центр. Вот НАВИ занимают центр. Смотрите, дымы и флэшки на 5 раскидывают. Эдвард спиной просто пытался войти. Застрял немного, но все-таки зашел в пятерку. Это сплит Б. Эдварда убивает Вин. Теперь они понимают, что на точке не АВП, а какой-то девайс. АВП будет с Респа. Сразу же пошла информация от НАВИ. И вот она, МСХ, дает минус. Все, его забирают. И ребята знают, что сейчас вот лучше здесь в дымах не стоять. АВП будет просто в дым пытаться щелкнуть. Да ладно, и щелкнул. Хотя нет, Марик. Марик уже был под 90 и нарвался. Ну что ж, Есенин. Мало хилсов. Один остается на кучу игроков. Да, неплохо, плохо для НАВИ заканчивается этот раунд. Вин отлично отыграл СВП. Дал два минуса. Покоснул Старикса до 16. И раздиффузил бомбу. Ну просто отец вообще этот, а не Вин. И 14-11. Непростой счет. Вообще непростой счет, друзья. Непростой и очень сложный для НАВИ. Если сейчас парочку раундов провтыкать, то первая карта может закончиться очень сложным. Ну, конечно, преобладающее количество команд сейчас скандинавских на чемпионате. Здесь просто давчане, шведы, норвежцы. Есть и куча финнов. Их процентов 85, наверное, команд. Ну, много немцев. Одни бразильцы. Одна команда из России. Одна команда из Украины. Одна команда из Голландии. Ну и, в принципе, вот все, что у нас есть на КС 1-6. Чисто европейский замес. Ну, понятно, в Европе лучше всего играет в КС. Так, Мархела дает минус. Вин не минусует. Как он сейчас зафейлил. Ну, может быть, это у нас было видно игрока. Может быть, у него дымы понормальнее работали. Продолжаем. Смотрите, за игрой. НАВИ. Старикс чекает банан. Здесь уже Есенин выходит из дома. Смотрим. Чекает. Ну, тут ФБМ сам виноват. Слева сейчас должен давать минуса Есенин. Потому что тут, ребят, принимали в штыки НАВИ из-под дома. Но все равно они под флеш выходят, занимают центр. У НАВИ проблемы. Вот здесь прикрывает Старикс своего тиммейта. Ну, точнее, он уже не прикрыл. Он просто дал размен. Минус Маркелов. 2 на 2 ситуация. СБ план пустой. У Эдварда 1 с Хелсов. У Старикса 80. Дымы. Дымы. Дымы направо. Так, знаете, очень... Быстро попытались зайти НАВИ. Ну, и правильно. Итак. Старикс немножечко отфлешивает респаун. Еще флешка. Это под Эдварда все флешки. Чтобы он мог здесь выйти и дать минус. Но, видите, слишком мало ХП было у Вани. Да и тайминг был не слишком успешный. Да и бразильцы успели отойти от флешек. Минус 1. Сережа 41 Хелс против 10. В принципе, может взять. Сережа очень четко играет вообще. Как работает Кэп сегодня. Ну, просто отец. 15-11. И появляются матч-поинты для НАТО Свинсер на первую карту. Напомню. 8 команд на чемпионате. Ой, 8 команд. Извините. 32. 31 даже команда. 8 групп в 4. В группе ФНАТе всего лишь 3 команды. Ну и понятное дело, что матчи еще, кстати, непонятное дело. Оно нестандартное дело, что матчи в группах БО-3. То есть, ну вот сейчас будет играть еще одну карту против всех в 40. И потом матчи против двух датских команд. Поджим с банана. Деглы с центра. Что сдают эти бразильцы? Они просто не сдаются. И как уже по традиции, команда, которая играет волевой бай в последнем раунде, может его выиграть. Вот я не знаю, что происходит. Но сколько мы с вами чемпионатов посмотрели, где вот все. Буквально сопли. Да те же самые Нави на ЕМе в этом сезоне. Они просто вытащили свою группу деглами и фамосами. И причем не один раз это происходило. Итак, печальная ситуация для Нави. Ну не то, что печальная, а неприятная. 2 в 3, но можно разыграть. Сеня с плантом уверенно сейчас идет в центр. Маркелов на банане. И вот выходит Сеня. Занимает центр. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Маркелов шумит вроде бы. Маркелов шумит на Б. А вот здесь вот Сеня не прочекает. Ну тут уже. Тут уже Маркелов решил взять раунд 1 в 3. Уверенно он пчит. Заходит пятерку. Ну в спину там классно играет Вин. Он уже понимает, что где-то здесь был Маркелов. Но он побежит к планту. Заходил в спину. Ну и Марика легко забирают. Так, с первой попытки не получилось выиграть первую карту. Друзья, ждем продолжения в этом матче. И напомню, сегодня весь день будет групповой этап. Скорее всего, очень много игр в исполнении команды Нави. Я буду смотреть. Ну опять же, все группы простые практически. Ну если не говорить о фанатах команды Зетнейшн. Там у них непростая группа. Потому что у них, во-первых, есть команда СК. Во-вторых, у них есть непонятный состав. Ну и правда там две датские команды. Ласт Кингс и Жортис. Она действительно так называется. В Жортис, друзья. Команда. Ну я думаю, Зетнейшн провел. Мы только что посмотрели за Филиппа. Как он Эдварду неплохо пропечатал. Сейчас прямо в пятак. Ну здесь сека раунд. Поэтому не страшно. Думаю, если бы у Эдварда был под девайс, он бы такое сделать не позволил. ЛМСХ минус, Филипп и минус. Маркелов тоже потерялся на коврах. И минус здесь. ФБМ продолжает им давать различные прострелы. Убивает через текстуры. Ну просто тоже интересный, интересный красавчик. Да, друзья. Также наше приложение ВКонтакте. Вот сейчас все пишут. Не забывайте про него. Потому что, в принципе, вы можете оттуда смотреть также стрим. И я думаю... Сообщение я тоже буду ваше там читать. Ну вот картинку в плеере, друзья, поменяю чуть-чуть попозже. Вот мне пишут параллельные результаты. Тим КР 6-1 выиграет у ЕСЦ. Ну, дружище, до 16-ти, я думаю, поляки справятся. Вин снова один играет на банане. Вот что делают бразильцы. 4 Аплент. Они пытаются... Кстати, вот в такой ситуации может быть и правильно. 4 Аплент. И первый раз Нави вот за всю свою атаку, по-моему, первый раз не прогоняют банан. Не прогоняют Вина. Но, возможно, тоже не хотят нарываться, потому что там пацок попадает. Смотрим за раундом от Нави. Сейчас Старикс даст флешки вот сюда. Дымы. Флешка из дома вроде бы вышла. И пошел выход. Неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой Retrain Hell TV Connection. У-у-у, админы, убейтесь. Делэй у вас же там минуты полторы-две, по-моему. Там не 90 секунд, там делэй больше. Ну, идиоты вообще. Игра закончилась. Походу Нави взяли раунд, друзья. Извините за мой слен, который только что прозвучал. Но это просто надо убиться админу и вообще не знать, что такое КС. Просто, ну, объясняю, кто вдруг не понял эту ситуацию. Хотя, в принципе, наверное, все поняли, что произошло. Скорее всего, это было именно так. Игра заканчивается. Чувак делает чейндж-левел на сервере. А потом ему говорят, Вася, ты что, совсем с ума сошел? Там же делэй 90 секунд. Люди, которые смотрят матч на Hell TV, они этого не увидят. Ну, короче, забыли про делэй на Hell TV и просто сделали чейндж-левел. Ну, убить, просто убить админа, застрелить его с питона. Пистолет такой мощный, кстати. Помощнее дегла даже. Не, ну вообще, ну просто убить... Короче, это 5. У меня сейчас в голове только возникает одно. Вот знаете, этот смайлик Джеки Чана, когда он просто руки на голове держит такой в шоке весь. Вот как он называется, я не знаю. Вот сейчас надо Джеки Чана вот этого вот нарисовать. У меня в голове только он. Ну, или Танцующий Тролль. Ну, одно из двух. Офигенные вообще парни. А если Нави не выиграли? Нет, Нави, наверное, выиграли раунд. Давайте посмотрим параллельно Hell TV Org. Да, 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 16-13. Ну, спасибо. Спасибо, судим. Ну, посмотрим статистику без последнего раунда. На данный момент Маркелов был лучший по фрагам. Вообще, в принципе, вся команда идет ровно. И статистику я смотреть больше не буду. Нет, Нави не винт. Там ретраи сделали, когда все целые были. Да, пони... Ооо, шоколота! Все. Я понял, друзья. Пока что ненадолго, наверное, уйду на перерыв. Нужно мне здесь еще некоторые титры подготовить. Там повесить везде анонсы. Там по всем сайтам. Уже, в принципе, можем обнулить счет. 16-13. Победа Нави на Инферно. Оставайтесь вместе с нами. Я вот так вот оставлю картинку. Сейчас немного музыки. Буду поправлять немножечко сейчас наши титры. Вешать плеер просто везде невозможно. На Киберарена ТВ. В нашем приложении, в принципе, уже положили его в КС 1.6. Ну, в принципе, все. Продолжаем смотреть весь день чемпионата. У нас с вами много игр вместе с Нави. Сегодня будет как минимум 6. Ну, и я надеюсь, ваша трансляция сегодня вам понравится. Мы посмотрим за тактиками команды Нави в групповом этапе. Возможно, еще какие-то игры посмотрим. Ну, и в 10 по Киеву, друзья. Может быть, раньше, но вряд ли. В 11 по Москве начинается 1.8 финала. БО-3. И это сетка Double Illumination. Ну, в общем, тоже датчане немножечко сошли с ума и сделали очень жесткий график. Все, я пока что убегаю. Ненадолго совсем скоро вернусь в эфир. Оставайтесь вместе с нами. Завтра должен ко мне присоединиться товарищ Слэм на какие-то матчи. Но я думаю, полуфиналом, финалом он точно появится.